Если вас интересует крепкое здоровье и надежный иммунитет, и вы хотите их улучшить с помощью плодов шиповника, это отличный выбор. Однако нужно знать несколько особенностей. Как правильно сушить плоды шиповника? Иначе дальше все ваши усилия, пустая трата времени и сил. И говоря уже о деньгах. На следующем этапе важно знать, как правильно заваливать плоды шиповника. И что из них готовить. Чай, настой в термосе, отвар из плодов шиповника. Или получать полезные вещества иным способом. Иначе еще больше потерянного времени и сил. И напоследок, как правильно принимать то, что вы можете получить из плодов шиповника. Чтобы в самый последний момент все не испортить. Больше того, при неправильном использовании, может себе навредить шиповникам любой и каждый. Вне зависимости от вашего исходного уровня здоровья. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете, как же правильно сушить плоды шиповника. Как правильно заваривать плоды шиповника. Ну и как правильно использовать вытяжки из плодов шиповника. Пожалуй, самый лучший способ высушить плоды шиповника, и при этом он самый энергосберегающий, это прямо на кусте. При этом сама природа сохранит для вас максимальное количество не только витаминов, макро-микроэлементов, но и других биологически активных веществ, которыми богаты плоды шиповника. Правда, если кусты растут густо, придется около них выставить охрану. Потому как пока вы ожидаете естественное высушивание, их может собрать кто-то другой. Поэтому, как альтернатива, лучше сушить дома. Можно просто разложить плоды одним слоем. Как правило, ко времени созревания плодов шиповника, в отопительный сезон воздух помещений достаточно сухой, и плоды высыхают самостоятельно и оптимально быстро. Важно их обсушить снаружи. Промокните их полотенцем, перед тем как разложить на поверхность для высушивания. Конечно, процесс можно и ускорить нагреванием. Так чаще делают в промышленных масштабах. Однако, сушить обязательно при невысокой температуре и хорошей вентиляции. Вы должны своевременно удалять влагу, тогда максимальное количество активных веществ останется. Если захотите ускорить сушку в духовом шкафу, можете часть витаминов потерять. Температура, как правило, выше, а вентиляция хуже. Плоды шиповника просто можно перегреть, либо в конце концов пересушить. В любом случае, не самый лучший результат уже на старте. Если вы будете покупать цельные плоды шиповника, обратите внимание на их цвет. Плоды должны быть красного, либо красно-коричневого цвета. Если они темного цвета, возможно ли их сушили влажными, или пересушили. А польза, сами понимаете, будет значительно меньше, чем от плодов другого вида. Как же правильно заваривать плоды шиповника? Здесь нюансов и особенностей еще больше, чем при высушивании. Чаще всего плоды шиповника заваривают целыми. Что вы при таком способе использования получаете из плодов? В основном витамин С. Он находится в оболочке и легко попадет в ваш напиток. Частично получите витамин В. Он находится рядом, но частично потому, что часть его находится и внутри плодов, и эту часть вы не получите. Очень мало получите витаминов группы В. Они в основном находятся не в оболочках, а внутри плодов. И опять-таки, заваривая цельными, вы не получите эти витамины в свой напиток. А также практически ноль из витаминов А и Е. Они находятся не просто внутри плодов, а еще и в плотных косточках. И выйти им даже теоретически из плодов цельных очень сложно в ваш напиток, поэтому вы их тоже не получите. Поэтому самая простая и часто используемая форма извлечения чай, при которой плоды просто заливают крутым кипятком, накрывают крышкой, настаивают 3-5, реже 10-15 минут. Способ достаточно быстрый, удобный в применении, но очень малоэффективный. Потому как за такое относительно короткое время всем полезным веществам очень сложно, крайне сложно выйти в ваш напиток. Просто потому, что из плотных плодов шиповника в таких условиях сложно получить больше, ведь вы используете чаще всего не свежие плоды, а сушеные. И вначале нужно намокнуть, и только после этого идет экстракция, извлечение полезных веществ в ваш напиток. Дальше больше. Я сейчас расскажу про другие формы, которые не менее интересны. Многие в желании получить больше от плодов шиповника используют термос. При этом цельные плоды шиповника помещают в термос и заливают крутым кипятком. Настаивают обычно ночь, то есть примерно 8-10 часов. Что вы получаете утром? Вкусный, ароматный, существенно более насыщенного цвета, чем чай-напиток. Внешне вроде как все состоялось, вы получили больше. А так ли это на самом деле? Что происходит с витаминами при этом? Мне сложно ответить, где их будет меньше. В чае? По причине, что они просто не успели выйти в чай. Или после термоса? Когда выходя из плодов шиповника в настой, они на просове сна окисляются. Как и в собственном плодах шиповника они тоже перегреваются очень здорово. Все же знают, витамины от высокой температуры окисляются. Да, витамина С в шиповнике много. И зимой считается, что витамина С не хватает. Поэтому и шиповник востребован. Но! Нагревание, кипячение в течение часа уменьшает количество витамина С на десятки процентов. Иногда до 50 процентов каждый час. А таких часов 8-10. Знакомые с математикой могут посчитать, какая доля витамина С останется в напитке. Ведь заливается так, крутым кипятком, то есть 100 градусов, термос потеряет температуру градусов 20-30 за ночь. То есть, иными словами, средневзвешенная температура при настаивании плодов шиповника в термосе будет около 90 градусов. Может быть, между 80 и 90 градусами. И это экспозиция на 8-10 часов. О каких витаминах может идти речь при таком способе извлечения? А тем более, если вы захотите еще и сахарок то положить. Сахар великолепный окислитель, который поможет в высокой температуре окислить большинство витаминов. Конечно, можно заливать плоды шиповника водой более скромной температуры до 60 градусов. В этом случае к утру будет приемлемая температура около 40 градусов. Окисление будет меньше. Полезных веществ будет действительно больше. Но, вы знаете, есть еще более эффективные способы извлечения, хотя они более трудоемкие. И о них нужно знать. Какое же оптимальное время при оттавлении водного излечения из плодов шиповника? Нужно томить при плотно накрытой крышке на малом огне минут 15, либо на водяной бане минут 30. Настаивать коротко до того момента, когда вы уже можете пить этот настой, вернее отвар. При этом скорость излечения полезных веществ максимальна, а время для окисления витаминов других биологически активных веществ минимальна. Отсюда и наилучший результат. Да, возни чуть больше, но ведь вы же думаете о своем здоровье, а не о том, куда потратить время, а здоровье само по себе придет. Если вы хотите получить еще больше от шиповника, тогда вам нужно заваривать измельченные плоды. Но здесь есть несколько нюансов. Да, из измельченных плодов активнее извлекаются полезные вещества, значительно больше будет витаминов группы В, появятся витамины А и Е, но после получения настоя, либо отвара, вы должны обязательно его отфильтровать через 5-6 слоев марли. Значит, те волоски, которые находились внутри плодов, легко могут подпасть в горло, вызывая легкое першение. Вроде как это не опасная ситуация, да. Но со временем, вот эти волоски хронически раздражая горло, язык, пищевод, желудок, могут вызвать рак языка, горло, пищевода и того же желудка. Вот такая она непростая борьба за здоровье и иммунитет. Как измельчить плоды шиповника в домашних условиях? Легко. Вы берете старое полотенце, кладете на стол, в один слой выкладываете плоды шиповника, которые вы хотите измельчить, завернули и через полотенце, иначе они просто разлетятся у вас по всей квартире, придется собирать, через полотенце бьете и измельчаете. Сухие плоды шиповника легко разрушаются, но это полотенце уже дальше будет только для измельчения плодов шиповника. Использовать в бытовых целях нельзя, все те же волоски останутся на внутренней поверхности. Если вы потрете кожу, вызовете раздражение и возникнет совершенно иная тема, совершенно иная проблема. Поэтому измельчая плоды шиповника в домашних условиях, это полотенце у вас остается дальше только для плодов шиповника. Ну а как правильно использовать вытяжки из плодов шиповника? Прямо сейчас! Как же правильно использовать вытяжки из плодов шиповника? Ну а твар из плодов шиповника обладает противовоспалительным, спазмолитическим действием, а также сокогонным, желчегонным, мочегонным. Что это вам дает? Сокогонное действие это обеспечение процесса пищеварения. Желчегонное и мочегонное дополнительно еще и очищение вашего организма. Но противовоспалительное спазмолитическое делает этот процесс более комфортным. То есть как минимум улучшение качества жизни вы получаете. Более того, плоды шиповника, как я уже говорил, это поливитаминное средство. А также обладает, соответственно, общей укрепляющей активностью. Помогает в работе иммунной системы. То есть делает жизнь вашу более безопасной. Не зря видят плоды шиповника вместе с плодами рябины красной и смородины черной входят витаминные сборы номер 1 и 2. А как поливитаминный компонент во многие другие сборы. Потому как комплекс витаминов С и В, а также витамины группы В обеспечивают достаточно широкий спектр действия. Вот только противоязвенной активности отвар из плодов шиповника даже из измельченных плодов не имеет. Просто витамины А и Е находятся больше в степени в семенах. И для их полноценного излечения необходимо делать совершенно иное излечение. Нужно делать масляный экстракт. Потому как в горячей воде эти витамины растворяются очень слабо. Но нужно не только измельчать плоды, но и дробить семена, в которых находятся эти очень полезные витамины. Поэтому такая форма излечения, как отвар, вряд ли вам в этом вопросе поможет. А вот те формы, о которых скажу дальше, да. Как же правильно принимать отвар из плодов шиповника? Если у вас нет гастерита, язвенной болезни, то есть вход в пищеварительную систему относительно спокоен, там нет никаких проблем, отвар из плодов шиповника можно использовать перед едой. Часто его и используют как аперитив. Количество только должно быть относительно небольшим. И в данном случае не существенно, какая кислота желудочного сока у вас. Если она сохранена, либо снижена, в любом случае, шиповник принесет вам пользу. А вот если есть гастрит, либо язвенная болезнь, шиповник перед едой противопоказан. Как и тем, у кого секреция желудочного сока усилена. Ведь шиповник-то ее усиливает и создает вам дополнительные проблемы. А в этом случае более показано масло из плодов шиповника, которое можно использовать как перед едой, так и во время еды. Вот принимать экстракты из плодов шиповника после еды большого смысла не имеет. Будь то масляный экстракт, то есть масло из плодов шиповника, то ли водный в виде отвара. Просто витамины попадают в очередь. И пока в желудке переваривается пища, они там активно окисляются. При применении плодов шиповника есть еще несколько принципиальных моментов, о которых я расскажу прямо сейчас. Очень принципиальный момент, на котором делаю акцент. При любом способе водного излечения из плодов шиповника, и неважно они измельчены или цельные, в любом случае перед употреблением нужно обязательно процедить через несколько слоев марли. О последствиях действия тех волосков шиповника, которые находятся внутри плодов, и при измельчении попадают в настой, а вы не можете быть уверены, что цельные плоды не соседствовали с измельченными. О негативных последствиях я вам уже рассказал. Дальше я расскажу, когда лучше в течение года принимать плоды шиповника. И вы несколько будете удивлены. Многим не терпится начать принимать отвар из плодов шиповника осенью либо в начале зимы. Не советую торопиться. С одной стороны, относительно недавно было лето. И даже самая слабая печень с явлениями жирового гипотоза еще держит остатки летних витаминов. С другой стороны, еще достаточно много огородних продуктов с витаминами. В процессе хранения содержание витаминов несколько уменьшилось количественно. Однако все еще, как источник витаминов, эти продукты питания пригодны. И очень легко вызвать передозировку, как минимум витамина С. Да-да, именно передозировку. Она еще опаснее, чем гиповитаминоз С. Потому как результат передозировки это повышенная кровоточивость, повышенная хрупкость сосудов и нарушение обмена веществ. Автоматическое снижение иммунитета. Потому как и лук, и чеснок, и капуста с картофелем, и свекла с морковью, до весны все еще содержит достаточно много витаминов. Не говоря уже о цитрусовых, яблоках, ну и более экзотичных продуктах питания. Поэтому заготовить плоды шиповники можно сейчас. А начинать использовать в конце зимы, либо весной. Когда явно не будет хватать витаминов, а весенние и летние витамины, первые витаминоносные растения, еще в отдаленной перспективе. Вот на этой позитивной ноте я это видео про плоды шиповника, о том, как их правильно использовать, буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, с кем из друзей и знакомых поделиться ссылочкой на это видео, ставить на него лайк или написать комментарий, я это видео буду заканчивать и подумаю, что еще, какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok